Готовы к труду и обороне сразу как только освободятся. Дебют в истории региона на территории исправительной колонии сдают нормы ГТО. Участники впервые осужденные женщины. Сдают прыжок в длину, бег, метание гранаты, пресс и отжимания. Организовать сдачу ГТО в режимном учреждении не так просто. Нужно получить официальное разрешение и зарегистрировать участников через федеральный сайт. В течение двух лет мы старались зарегистрировать на сайте. Основная сложность это было получение подтверждения кода на электронную почту. У осужденных не у всех есть электронные почты. И вот мы согласовывали этот вопрос и регистрировали на электронную почту от нашего исправительного учреждения. Вот это единственная сложность, которая возникла. Посмотреть, как справляются женщины, пришли представители квалифицированной комиссии. Они фиксируют результаты, чтобы впоследствии выдать значки – золотого, серебряного или бронзового номинала. Для каждой возрастной группы свои требования ко времени и количеству повторений. Для значения норм ГТО нужна подготовка. Просто так прийти и сдать нормы ГТО не получится, поскольку виды и нормы, которые сдают, они различные, поэтому надо быть всесторонне подготовленным для того, чтобы их сдать. У девочек почему-то везде проседает отжимание или подтягивание из положения лёжа. Вот эти виды им приходится подтягивать, тренировать. Все остальное намного легче даётся. Да, она ни в детстве, ни в юношестве спортом профессионально не занималась. Так, чуть-чуть лёгкой атлетикой. Но данные у девушки хорошие. Все нормативы сдаёт на высокие результаты. Идёт на золото. Когда предложили сдать ГТО, даже не задумывалась. Физическую энергию в колонии девать некуда. Вот по прессу у меня я не ожидала, конечно, что так и сделала. Но сделать тяжело, конечно, было, потому что постоянно этого не делаешь. А так остальное всё было как бы предсказуемо. В наклоне, конечно, там были такие моменты, что коленки трясутся, сами по себе сгибаются. Но всё равно как-то надо удержать, зафиксировать этот наклон. Но всё-таки получилось. День у осуждённых – это работа плюс свободное время. И так всю неделю. Возможность заняться спортом в основном в выходные, на каких-то праздниках или режимных мероприятиях. Так любую форму растеряешь. Ангелине 23 года. В исправительной колонии быть ещё три. Считает, что нужно использовать любую возможность, чтобы разнообразить унылые будни. Пусть даже прыгая в длину или бегая спринт. Казаться физических упражнений, как бы в этом я в себе не сомневалась. Вот как-то мне что отжимание, что пресном больше налегке даётся, нежели чем. Те же прыжки в длину. К сожалению, гибкости нет, пластики никакой. Ну а так, пока и с бегом всё в порядке. Пробуем дальше, пробуем сейчас длинную дистанцию. Кроме возможности получить новые эмоции и поддержать ЗОЖ, для осуждённых есть ещё и практическая польза. Участие в таких мероприятиях – дополнительный балл в характеристику. А он очень пригодится при ходатайстве об условно-досрочном освобождении. Есть подозрение, что в следующий раз создавать нормы ГТО захотят не 17 человек, а гораздо больше.